Всем привет! В эфире Континент. Меня зовут Игорь Цесарский. Сегодня 28 июля, инфо-выпуск. Вы, конечно, понимаете, друзья, что вбить Клин или хотя бы попытаться это сделать между двумя политиками – дело нехитрое, возможно, и перспективное. Особенности, если вы очень не хотите их победы на ноябрьских выпусках. Ну, по порядку. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала переписку Джейди Вэнса, кандидата на пост вице-президента от Республиканской партии, и его однокурсницы-трансгендера по имени София Нелсон. Бывшая однокурсница Вэнса поделилась с изданием доступом к переписке. Газета опубликовала цитаты, примерно 90 писем с Вэнсом. И, несмотря на то, что политические убеждения Джейди Вэнса менялись, публикация может быть поводом для скандала во время предвыборной кампании, ну, на что, по-видимому, и рассчитывали те, кто эту публикацию подготовил. Электронные письма относятся к периоду между 2014 и 2017 годами, когда Вэнс изучал право в Ельском университете. Они показывают, что он не только радикально изменил свое мнение о Трампе, но и когда-то имел в качестве близкого друга трансгендерную персону. Этот факт может вызвать споры в рядах республиканской партии, где Вэнс считается крайним правым консерватором. По крайней мере, на то, опять же, наверное, и расчет. Приведу лишь некоторые цитаты из переписки, которые опубликовала газета. «Я ненавижу полицию», – написал Вэнс в 2014 году, после того, как офицер застрелил 18-летнего афроамериканца Майкла Брауна в Фергюсоне. Вы наверняка помните этот случай и бунты, которые там последовали, и все, что с этим связано, мы об этом рассказывали на страницах своего континента. Много же. Кто захочет, тот придет к нам, не на канал в данном случае, а в интернет-издание, и легко найдет, что было в пору президентства Барака Баумы. Итак, Вэнс написал, когда я вижу, сколько негативного опыта общения с полицией было у меня самого, я не могу представить, через что проходит чернокожий парень. Далее, незадолго до победы Трампа на выборах 2016 года, Вэнс написал следующее. Чем больше белых людей захотят проголосовать за Трампа, тем больше будут страдать черные. Такое вот мнение. И еще одну цитату я приведу. Я знаю, что никогда не смогу поддержать Трампа, если это действительно будет иметь значение. Не знаю, какое значение могла иметь поддержка или не поддержка Вэнсом Дональда Трампа. В то далекое уже, можно сказать, время он еще был человеком, который далек от политики. Сенатором он стал позже. Поэтому это высказывание можно отнести чисто к каким-то вкусовым его пристрастиям. Ну, а теперь давайте почитаем комментарии к статье, за которой последует еще много других подобных. Это комментарии в Фейсбуке. Вы можете его найти, если захотите. В Фейсбуке, в аккаунте New York Times. Итак, Джей Ди Вэнс воплощение лицемерия. От ярого критика Трампа до сходно идущего на выборы помощника. Его сальто, Мортали, настолько жалкое. Насколько это вообще возможно? Как кто-то может доверять парню, который так меняет свои принципы? Уму непостижим. Поклонники Трампа, примите к сведению. Вэнс в свое время громко заявлял об опасности Трампа. А теперь он едет на его хвосте за властью. Если это не говорит об оппортунизме и отсутствии честности, то я не знаю, о чем это говорит. Поддерживать и все равно, что требовать от своих лидеров честности и последовательности, а не поддаваться на их откровенно корыстную тактику, написала в Фейсбучном аккаунте New York Times. Самые честные газеты на планете. Некая Бетти Лухарпер из штата Арканзас. На чьей липовой странице красуется отретушированное фото Камалы Харрис. У этой самой Бетти на странице ничего более. То есть классический бот. Но ее комментарий, однако, собрал самое большое число лайков. Понятно, что перечитывать Питера Швейцера, автора книги «Профили коррупции и злоупотребления властью прогрессивной элиты Америки», о которой только вчера напомнил на своем канале Михаил Велев. Там, кстати, во всей красе изображены и Байден, и Харрис, и прочие действующие лица. Незачем. Лучше газета будет рекламировать подобные письма. И, опираясь на эти письма, будет собирать потом в своем аккаунте комментарии. Типа того, который дала вот эта самая Бетти. Ну, впереди много компроматов, взаимных выпадов. Что не новость в мире политики. Камала Харрис решила пройтись по упомянутому выше Вэнсу, обвинив того в лояльности исключительно Дональду Трампу, а не стране. Одновременно некоторым консерваторам пришла в голову обеспокоенность, что нелояльная Харрис могла использовать угрозу 25-й поправки, чтобы заставить президента выйти из предвыборной гонки. Кстати, об этом говорил в субботу вечером и Трамп. Это был действительно государственный переворот демократов, сказал он. Кстати, на канале именно так объясняли долгую несговорчивость, а в итоге неожиданно скорый выход 46-го из предвыборной гонки. Трамп говорит, он хотел баллотироваться, они не позволили ему этого делать, они ужасно с ним обращались, они сказали ему, но они имеются в виду соратники по партии, мы можем сделать это по-хорошему, а можем и по-плохому. Об этом Трамп говорил в субботу на митинге в Миннесоте. И на том же митинге присутствовал его уже выбранный им Уэнс, о котором мы уже говорили. Он не остался в долгу перед Камалой Харрис, вернул ей уже должок. Пока еще не на дебаты, тем не менее. Хотя мы не знаем, может, у него уже дебаты будут с тем, кого номинированное на президентство Харрис выберет в ВИПИ. Итак, что говорит Вэнс? Камала Харрис усомнилась в моей лояльности к этой стране. Именно это слово она использовала, но нет большего проявления нелояльности к Америке, чем то, что Камала Харрис сделала на нашей южной границе. От себя добавлю, что не сделала. Сколько людей, незаконность, мигрантов с территории Мексики попала в нашу страну? От 10 до 20 миллионов. Кого за это мы можем благодарить? Ну, несомненно, Камалу Харрис. Назначенную ответственной за границу. Ну, была она, наверное, тем самым Карацупой, только с другой стороны. Вспомнилась вот так. А, ну, перейдем к теме, которая тоже взволновала общественность. Полагаю, что многие из наших зрителей посмотрели, если их, конечно, сразу же не стошнило, открытие Олимпийских игр в Париже. Любопытно было прочитать следом диаметра на противоположные отзывы на этот разгул фантазии и бесконечной толерантности. Но я полагаю, что следующим шагом должно быть нечто подобное. Такое представление в какой-нибудь из стран исламского мира. Что-то эдакое с радужной перчинкой. Там бы, где участвовал полуобнаженный персонаж, и у него бы табличка была на шее, что это никто иной, как пророк Мухаммед. И карди-балет, в центре которого танцевала бы Квертранга одна из его жен, скажем, Айша. Какими бы восторгами встретили бы это действие правоверные, все представить. А что касается христианских святынь, а быудейских и вовсе, говорит, людей смешить, то тут изгаляйтесь на полную катушку. И гордитесь своей отвагой, новым взглядом на мир, то есть самой западной цивилизации, которую вы под собой рубите, как сук, на котором сами сидите. И даже великолепная Селиндион не под силу скрасит ощущение того шабаша, который увидела вся планета. Понятно, что мои фантазии относительно того, что могло бы быть в любой из исламских стран, это всего лишь некий сарказм. Разъясняют, потому что кто-то может решить, что это уже на подходе. Не-не, господа, даже не надейтесь. О, спор, ты что? Ну, на этот вопрос вы найдете ответ, наверное, и без моего участия. Что ныне, там больше политики, чем соревнования. Кто быстрее, кто точнее, кто больше, дальше и так далее. Вот, а еще что меня привлекло. Интересная такая вещь. Почему обидели южнокорейцев? Их представили на том же открытии Олимпиады, как ГНДР-овцев, как спортсменов из Северной Кореи. Представляете, какое оскорбление нанесено. Вот так, перепутали маленько, но, зная об отношении южных и северных корейцев, можете себе представить, как это выглядело. Понятно, что были протесты, поданные, но не в этом-то дело. Мне интересна реакция представителей Международного Олимпийского комитета. Они, кстати, до этого отреагировали интересно на другое событие, когда флаг олимпийский возле Эфелевой башни оказался так слегка перевернут. Мы сожалеем об этом происшествии, сказал член этого Олимпийского комитета Марк Адамс. В ходе организации происходит всякое. Мы продолжаем двигаться дальше. Это не конец света. Ну, и с корейцами, соответственно, можно тоже сказать, что это не конец света. Ну, подумаешь о ней. Но важно, что он пока не добавил, что мы делаем все возможное и невозможное для приближения этого самого конца. Ну, я, конечно, шучу. Не надорвали бы животики, товарищи пробужденные. Кстати, официальный представитель Париж-2024 считает, что цель церемонии открытия продемонстрировать эллирантное сообщество была достигнута, несмотря на форму и последующую критику со стороны политиков, религиозных, общественных, спортивных деятелей. Тем, кто следит, это уже следующая информация за событиями в Израиле. Конечно, известно о ракетном ударе с территории Ливана под русской деревней Маджеталь, Шамс, Неголандских высотах. Случилось в субботу вечером на футбольном поле, где играли подростки. В результате взрыва ракеты, запущенной боевиками Хизбаллы, погибли 12 детей и подростков. Более 30 были ранены. Заявление премьер-министра Натаньяху последовало, что Хизбалла заплатит такую высокую цену, которую она еще не платила. Высказался также министр иностранных дел Израиля, Исраиль Кац, который сказал о том, что Хизбалла пересекла все красные линии, и что, несмотря на высокую цену, которую заплатит наверняка Израиль, Натаньяху, Натаньяху, Натаньяху и Хизбалла будут разгромлены. И Ливан серьезно тоже пострадает. Лидер Хизбаллы, шейх насрала, как ни в чем не бывало, отрицает причастность своих структур к атаке над русскую деревню, утверждая, что на стадион упали осколки израильской ракеты. И даже самые недружественные изменицианам лидеры не подхватили эту очевидную ложь. Остается только перейти от слов к делу, несмотря на традиционные призывы к сдержанности, которые моментально звучат после любого подобного события. Ну, мы знаем, что так называемых борцов за освобождение Палестины поддерживают ровно, моментально, буквально после любого такого теракта. И тут же идет разговор о пропорциональности, не пропорциональности, а сдержанности. И вот только вот в этот раз хотелось бы, чтобы эти разговоры ни на кого и никак не повлияли. Ну, тем временем президент Турции Раджеп Тавид Эльдоган сегодня, в воскресенье, сделал интересное заявление, опять же, в отношении Израиля. Он преградил вторжением всего лишь. Съел чего-то, скажете вы? Нет, не похоже. Эта риторика уже звучит не первый год у него. И странно, что она не вызывает никакой адекватной реакции у партнеров, явно взбешившегося турецкого лидера. Партнеров по НАТО в том числе, у которых, понятно, иных забот хватает. Тем не менее, он это заявление сделал на политическом мероприятии своей партии. Примерно так это звучало. Непременно, точнее, цитата. Так же, как мы вошли на Горный Карабах и Ливию, мы войдем в Израиль. Мы должны быть сильными. Любопытно, что даже Махмуд Аббас не соизволил откликнуться на приглашение султана турецкого на это мероприятие, чем вызвал, большое его неудовольствие. Султаны, конечно, приходят, уходят. Но вот до этого, до их ухода, может произойти немало неприятностей. Тем более, вот он кулаком грозит не только израильтянам, и грекам, и киприотам, и кому угодно. Распоясался этот самый персонаж. Пора бы ему тоже сойти с политической арены. Ну, и, наконец, что-то, наверное, из того, что мне, человеку, с удрадой, носящему городу, показалось интересным. И Станя политика вдруг решила с экспертами по вопросу, такому, который касается внешности президентов, а именно резидентов американских и вице-президентов, лидеров, поговорить, а именно о растительности на тех, кто рулит нашей страной последние сотни, другую лет. И они пришли к выводу, что меняется парадигма восприятия американских политических лидеров. Там сказано, что уже 80 лет ни у кого из них не было растительности на лице. А вообще эра бородатости относится к тому времени, когда Стануарий поводил Абрам Линкольн. С одним, девять последующих президентов тоже были либо бородатые, либо с усами. И последним из них был Гуфьян Татт. Он покинул свой пост в 1913 году. Ну вот, похоже, что пришло время вернуть традицию путем избрания Трампа. Нет, ну Трамп-то безбородый, но у него есть кандидат в вице-президенте, а он как раз носит бороду. Это Вэнс, о котором сегодня мы вспоминали и не раз. Ну а демократов, у демократов людей с бородой и претензий на высшие посты в этот избирательный цикл, по-видимому, не будет. Ну на этом позвольте мне завершить свой выпуск. Спасибо всем за участие в работе нашего канала, за лайки, перепосты, за донаты. Большая вам благодарность. До новых волнующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok